МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Ну, я еще раз напомню нашим телезрителям, что проект «Усаты нянь» это проект, где с детьми-дошкольниками занимаются исключительно мужчины. Это что-то вроде детского сада, группы дневного пребывания, где в основном мужчины и дети проводят время на улице за активными играми, которые несут такую серьезную воспитательную роль. Мы уже с вами встречались и говорили о том, как важно вообще вовлекать отца в процесс воспитания детей. Да не только вовлекать, а отец должен сам нести ответственность в воспитательную роль свою, не потому что его вовлекает супруга, а потому что это его тоже дело наравне с мамой ребенка. Но дело в том, что не все отцы знают, как начать с ребенком взаимодействовать. Вот то, что кажется таким простым, когда смотришь со стороны, это веселые игры, на самом деле современным папам дается с трудом. И поэтому мы сегодня будем говорить о том, как же научиться быть отцом. И можно ли одолеть эту науку? Уверен, что можно, но нужно принять как факт, что учиться придется все время, пока ребенок растет. То есть сказать, что я научился, можно только тогда, когда ребенок уже вырос и завел своих детей. И тогда уже можно сказать, можно что-то сказать, что получилось быть отцом или нет. А что же главное? Вот насколько я понимаю, вы начинаете заниматься с детьми, по крайней мере, в своей группе, я думаю, что и в семье в том числе, с достаточно раннего возраста. А большинству мужчин как раз сложно начать взаимодействовать с ребенком, когда он еще такой маленький. Дошкольник. Что, собственно, с ним делать? Игры. Прекрасно. Но как с ним играть? Во что играть? Например, иногда папам, да и мамам бывает скучно катать машинку или складывать кубики. Но, может быть, тогда искать какие-то другие общие интересы. Но как это сделать, когда ребенок совсем мал? Я думаю, что начинать можно на папе вообще, когда ребенок еще совсем маленький. Когда он начинает, скажем, когда он никак не реагирует, конечно, папе бывает сложно. Но когда он уже, допустим, полгода, когда он, или даже год уже, когда он уже реагирует на какие-то там движения, с ним можно играть, в принципе, как с котенком. Потому что с животными, я помню, в детстве мы играли. Поэтому этот опыт можно перенести на ребенка. Я со своим ребенком делал, ну, со всеми своими детьми, делал так называемую динамическую гимнастику. Про это можно посмотреть в интернете. Вот детям, если начать вот с самого раннего возраста, то им это очень, во-первых, всем нравится. Это как на карусели, мы их крутим по-разному. Можно даже не придумывать, ну, специально не заниматься по методике, а можно просто детей крутить. Вот по-разному крутишь, они подбрасывают, поднимать. Вот. Если мы делаем это потихоньку, видим, как ребенок радуется, вот. Я его сильнее, он еще прям... Ну, такие бурь эмоций у меня где-то вызывало. Вот. И когда я их уже брал на руки, они уже этого ожидали. То есть в этот момент становится некоторое какое-то доверие. Вот. И он ребенок уже ждет, уже вроде как он кажется какой-то неосознанный, маленький такой ребенок, который... Ну, даже ребенок, как мне назвать, ну, вообще что-то такое... Существо какое-то, да? Но оно уже на меня реагирует, и уже ждет, и уже у нас есть контакт. Вот. Ну, а дальше, когда ребенок уже, скажем так, активно мы... Прям очень активно. Это вот с трех лет. Вот. С современных детей мы вот усатым няним и с четырех лет, потому что сейчас чуть-чуть так у нас есть запаздывание из-за комфортных условий вокруг. Вот. Но с трех-четырех лет папа может спокойно уже играть в игры, которые даже папе будет интересно. Вот. Ну, это какие-нибудь там... Опять же, как вот шарик. Катаем попу, так и ребенка. Я его кручу, создаем ему какие-то препятствия, где он может залезть, перелезть, там он бегает, ноги ему выставляю, перепрыгивает палочки, вот он скачет туда-сюда. То есть ничего там сверхъестественного вообще не нужно придумывать. Просто реагировать. То есть папе научиться нужно реагировать на какие-то сигналы от ребенка. И по ним подошла эта игра, нравится, он реагирует на это. Вот. И действовать постепенно. То есть не стараться какую-то там сделать ребенка супермена, да, вот у многих отцов есть такая... Почему, например, многим папам сложно, что они сразу хотят видеть своего ребенка крутым, успешным, вот. И когда у него что-то не получается, он так махает рукой, да что с тобой возьмешь? Вот. Нужно принять, что все люди разные, у всех скорость развития разная. И даже если ребенок, условно говоря, тормоз сегодня, завтра он может быть гораздо смышленнее, успешнее и более развитый, чем тот, который вот подавал надежды какое-то время назад. Вот. То есть нужно набраться терпения и снизить планку. И действовать по чуть-чуть. То есть сегодня прыгает на сантиметр, завтра на полтора, завтра на два, а потом, может быть, снова на полтора, и тут нужно, конечно, может быть, откат. Вот. И потихоньку, потихоньку двигаться вперед. Вот. А как, что... С чего начать? Да просто выйти на улицу с ребенком. И... Когда эти маленькие, что они любят? Они любят бегать, прыгать, валяться, бросать. Вот в эти вещи надо играть. Кидать камни, кидать палки, догонять друг другу, ловить. Вот. Это... Каждый отец может это легко делать. Вот вы говорите, каждый отец может легко делать. На самом деле, я видела, когда гуляла со своими детьми, когда они были маленькие, видела отцов таких серьезных. У нас очень часто в последнее время отцы уже такие возрастные мужчины, и они совсем забыли, как быть маленьким ребенком. То есть их детство уже давно ушло. Они за это время обрели статус, положение, успех, может быть, там, деньги и так далее. Ну и им кажется, по-моему, ниже своего достоинства вдруг опуститься на уровень с ребенком и вот бегать с ним по площадке, когда другие на него смотрят с удивлением и думают, что он в этот момент потерял свой статус. На самом деле, это, наверное, не так. И вот как же все-таки мужчине, когда он даже это осознает как проблему, сделать вот этот переход от своего статусного положения, ведь он сейчас не на работе, собственно. Как сменить роль наподобающую? Ну, скажем так, дом-то никто не видит, какой он статусный. Дом-то или во дворе, если он статусный, значит, у него есть свой двор, в котором он может так же спокойно, пока никто не видит, поиграть с ним ребенком. Потом может встретить такого же своего статусного товарища с ребенком и тоже с ним так же поиграть. Вот, но с другой стороны, мне немножко жаль таких людей, которых статус не дал им свободу, а сковал их жизнь. Вот, потому что я знаю людей, которые стоятельные, они с удовольствием, ну, не скажу, что их очень много, с удовольствием вместе с нами играют, приходят на игры совместные, где мы с детьми играем. Вот, папы с отцами играют вместе. Вот, и на этот момент становятся все равны, тут не важно, как в бане, да, то есть как сходили в баню, никакой статус у тебя совершенно не важно, все попарились, помылись и пошли дальше своим делам. И также здесь есть такое же время, где мы с нами все равны. Вот, нужно просто задуматься, что я хочу, чтобы какой у меня стал ребенок. Вот, чтобы он, то есть что я могу дать ему, что даст моя сейчас статусность этому ребенку. Вот, поэтому, ну вот, скажем так, здесь сложно сказать, потому что все равно такой совет может там не подействовать, потому что человек, ну, сложно со стороны изменить человека. То есть я дам хоть совет там, вот, но он может не подействовать, тут только внутри себя человек может, ну, ты как-то переосмыслить, понять, что я хочу, чтобы мой ребенок научился там, каким-то качеством, научился другими взаимодействиями. Вот, для этого мне нужно показать ему какой-то пример. Вот, поэтому я беру и делаю что-то, ну, опять же, для своего же будущего, чтобы потом не кусать локти, чтобы потом, как можно раньше, ребенка отпустить в свободную жизнь. Федор, ну вот, когда наблюдаешь за занятиями в проекте «Усатая нянь», что мы видим? Мужчины играют с детьми. Собственно говоря, много времени проводят на улице, это в основном только игра. И возникает вопрос, а где же здесь элемент воспитания? Но он там присутствует. Его очень сложно увидеть невооруженным, так скажем, взглядом, и тем не менее перемены-то мы наблюдаем. Вот только что дети садились на санки и просили, чтобы их везли, а теперь они уже грузят свои вещи на санки сами и везут на прогулку за собой. Вот вначале они приходят, и когда у вас там чаепитие после прогулки, они садятся и ждут, пока их обслужат, а через какое-то время они уже сами накрывают на стол, делятся друг с другом принесенной едой. То есть перемены на виду. Но вот методика, по которой происходят эти перемены, она где-то закулисно спрятана. Поэтому хочется поговорить, как же должна быть выстроена игра с ребенком, так, чтобы она не превращалась в приятный, просто в приятный досуг. Это тоже прекрасно приятный досуг. Но если игру можно использовать как методику воспитания, очень хочется это сделать, для этого нужно знать, видимо, какие-то азы, какие-то секреты, которыми вы владеете, поделитесь. Секреты очень простые. То есть каждый раз, когда я играю, кроме того, что мне просто радостно играть с своим ребенком, я еще держу в голове некоторые моменты. Первое, что игра — это та же жизнь, маленькая для ребенка. То есть, в принципе, в игре ребенок проживает очень много чего, что потом пригодится ему в жизни. Соответственно, и через эту игру я, в принципе, только могу его научить, пока он маленький, каким-то правилам. Соответственно, я не должен вестись здесь у него на повозу. То есть мы установили правила, что правила здесь такие. Мы с ним договорились, либо я их установил, пока он не умеет договариваться. И вот у нас коллектив детей. Соответственно, ребенок нарушает правила. Тогда в каждой игре есть за нарушение правил что-то там случается. Либо он вышел за границу территории, убегая там в догонялки, соответственно, устал в воды автоматически. И тут не должно быть таких поблагок, что ну ладно, сегодня прощаем, а завтра, значит, уже будет по-правильному. И вот так каждый раз это случается. Ребенок привыкает, что это все болтовня, что, в принципе, правило не для него. И все. На этом можно сказать, что ребенок уже ощутил, что он управляет процессом, управляет за родителями. Вот. Потом, другой момент, что мы играем всегда. То есть ребенку должно быть интересно. То есть если ему не интересно, то и пока он маленький, то есть мы ничем не другим влечь не можем. То тогда он и не будет играть. Соответственно, мы всегда балансируем на грани. Сложно и интересно. То есть вот ему интересно и просто. Соответственно, я чуть-чуть сделала сложнее игру. Там, быстрее бегаю, например. То есть если я побегу сразу в полную силу, он меня не догонит. Ему будет неинтересно. Вот. Если я слишком буду поддаваться, то есть вообще буду как черепаха идти. Он раз меня догонит, два меня догонит, три меня догонит. И если я скорость свою не изменю, то он потеряет интерес. Вот. А если я вижу, что он уже догоняет с этой скоростью, потом скорость увеличиваю, либо препятствия какие-то делаю. Вот. И он начинает, ему становится интересно. Ух ты, я уже так могу. О, я уже могу быстрее. Я могу через препятствия. Вот. Еще если я могу его отмечать, его успехи, подбадривать его, то тогда он, получается, развивается. И всегда вот держу на острее, на грани вот этой вот сложной, интересной. Вот таких два, в принципе, таких простых рецептов. С одной стороны, им очень даже интересно, с другой стороны, есть правила, которые не нарушаются. Если они нарушаются, соответственно, бывает, что, да, дети нарушают правила, которые уже, скажем так, у них есть некоторая аномалия, скажем так, иногда воспитательная. Вот. А они начинают там плакать через слезы. Вот. И там, я с вами не дружу, там, и еще бывает некоторые обзываться начинают. Вот. Ну, такого ребенка мы разрешаем ему плакать. Вот. Мы говорим, что, слушай, ну, у нас вот такие правила, мы договорились, мы все играем. Мы не можем сейчас вот только вот из-за того, что ты там, тебе это не устроило, что ты там, пойман или нарушил правила, теперь, значит, по твоим правилам играть. Соответственно, если ты хочешь с нами играть, ты вот продолжай. Значит, в этой роли, в которой ты оказался водящим, да, играть. Если нет, ну, подожди вот на стороне, посиди, мы тут поиграем, а потом, ну, другую будем играть или что-то еще делать. Вот. И оставляем ребенка. То есть мы не прерываем процесс радостный ради того, чтобы утешать этого ребенка. То есть мы, бывает, что ребенок еще ударился, например, да, ударился, что-то случилось. Мы его, конечно, пожалеем, да, но, опять же, бывает, что ребенок, которого пожалели, начинает накручивать, накручивать, накручивать. Тут мы говорим, мы тебя пожалели, мы... но есть еще другие дети, потому что тут надо понимать, что есть дети, которые тоже чего-то ждут. Вот. Получается, если мы начинаем ребенка жалеть, мы воруем у этих детей их радость, развитие, и отдаем все одному маленькому ребенку. Вот. Это тоже, получается, несправедливо. Поэтому мы продолжаем игру с этой группой детей. Там радость, смех, веселье, ребенок ждет, ждет, ждет. Сейчас какое-то время он понимает, что он тоже хочет играть. Вот. И бывает, что ребенком этого мы впускаем в эту игру, в роли, скажем так, не возвращаем его в предыдущую роль. Вот. То есть зависит все от того, насколько... Тут тоже не жестко, какую работу ребенок над собой сделал. То есть если он сделал усилие, то есть поменял свое состояние из-за немощи, чуть-чуть подвинулся в сторону я могу, я хочу, я готов с вами сотрудничать не только для себя, но и учитывать ваш интерес. Тогда мы можем его взять там неводящим. А в следующий раз мы скажем ему, Анна, хочешь играть, тогда давай вернись в ту роль, в которую ты оказался там. Вот. А кому-то можно сразу в эту роль поместить. Федор, ну вы меня убедили, что игры действительно могут стать таким инструментом воспитания. Да я в этом и не сомневалась после того, как побывала на занятиях усатого няни. Сейчас мы так подробно услышали, как можно игру использовать для того, чтобы вот ребенка, во-первых, научить взаимодействие в коллективе, во-вторых, вот не стать таким постоянным манипулятором, который требует к себе внимания. То есть все очень грамотно и хорошо и через игру, а не через менторство, не через назидание и так далее. Но у вас ведь и практически как-то навыки у детей развиваются, то, на что обычно жалуются мамы. Например, мама говорит, что я забираю ребенка из детского сада и прошу его надень, пожалуйста, сам на себя колготочки комбинезончик, а ребенок годами предпочитает этого не делать, несмотря на то, что умеет. Он хочет, чтобы это делала мама. И вот мамы месяц за месяцем жалуются на одну и ту же проблему и действительно не знают, ну как меня его заставить, не кричать же мне на него, не бить. Но ведь, наверное, есть какие-то другие методы, потому что я как раз видела, как дети, которые посещают усаты нянь, вдруг становятся самостоятельными, хотя на них никто не кричит, никто им не говорит фу, какой ты несамостоятельный, то есть нет вот этих вот простых и деструктивных способов воздействия на ребенка, а есть какие-то конструктивные, поделитесь, какие. Опять же, нет универсального рецепта, и здесь опять, почему папа включается, потому что папе эти вопросы решать гораздо проще, потому что у него нет такой привязки, потому что у мамы с ребенком больше, и теснее гораздо связано, и у мамы был период, когда действительно ребенок был немощный, ничего сам не мог, он плачет, и мама подходит, прокладывает груди, укутывает его, или раздевает, когда ему жарко, обкакался, там идет, его моет, то есть у него, бывает, эта связь формируется, и мама не распознает, когда уже пора бы отпустить, и она так держится очень, очень долго, соответственно, папе здесь проще вот эти вопросы регулировать, ребенок не одевается, или там не слушается, или еще, вот, соответственно, здесь тоже простой инструмент, можно попробовать через игру, вот, как я, например, со многими детьми, которые, вот даже в детском саду бывало, кроме того, что у нас в шаттне, иногда мы ходим в другие детские сады, и там налаживаем процессы воспитательные, чуть-чуть помогаем детей, так сказать, собрать в адекватное состояние, вот, то есть, можно пробовать, не всегда это сработает, но как сделать одевание, как игра, допустим, вот штаны, вот они от тебя убегают, значит, их поймать штаны, и на себя их одеть, вот, ну, процентов, наверное, 50-60 детей включаются, другим нужно другие, то есть, нужно искать механизм, можно через, скажем так, ну, представим, что вы опаздываете на поезд, вот, но при этом, есть возможность брать ребенка или не брать, ну, или что-то еще, я могу сказать, тут, я могу сказать, что, ну, все, если ты еще не оденешься, я ухожу, то есть, мне нужно по делам, действительно, бывает, что есть срочные дела, вот, если ты со мной, ты одевайся, если ты не со мной, ты остаешься, там, ну, там, если кто-то есть, там, может, если есть возможность остаться ему, вот, тогда нужно сделать так, и он понял, что он остался, хотел с вами, но не пошел с вами, все зависит от ситуации конкретной, вот, иногда можно, то есть, это, только не должно быть, как угроза. Потому что, допустим, можно сказать, что если ребенок маленький, если ты не оденешься, ты останешься один дома. И один дома, я одного дома не осталю на самом деле. Поэтому пугать не надо такими вещами. Мы говорим абсолютно с детьми реальную ситуацию. Но если я что-то сказал, мне придется это исполнить. Если он не сделал, он не оделся, там вот... Надо довести до конца. Да. И справки со своими детьми бывают дети, особенно когда после 4 лет, когда они входят в возраст, даже ближе 5-6, они начинают упрямиться очень сильно. И бывает достаточно просто принять, что они имеют право на свое мнение. Это будет достаточно, чтобы он стал делать. То есть я бывало говорил, сколько тебе нужно времени? То есть он говорит, не буду одеваться там или не хочу. Сколько тебе нужно времени, чтобы ты оделся? Он говорит, там 5 минут. То есть он, что такое, 5 минут, он не понимает. Я говорю, я оставляю. Я говорю, хорошо. И пошел. Буквально проходит, секунду 15, он говорит, все, я готов. И он одевается там. Вот. То есть, опять же, воспитание, это не какая-то там по книжке вычинутая простая история. Каждый ребенок со своими особенностями, их надо учитывать. Вот. И нужно иметь желание играть. То есть я когда воспитываю, я, в принципе, играю в какую-то игру. Вот. То есть я пробую. Вот такой ход тактически, вот такой ход. Потом я... У меня есть цель, к которой я должен как-то прийти. Вот. Не применяя насилие, не... То есть я что хочу? Я хочу, чтобы ребенок что-то сделал, научился и потом делал это без меня. Поэтому я начинаю играть какие-то... Постравить ситуации, где он, может быть, даже случайно думает, что это он сам придумал, сам так сделал. Но на самом деле мы его подстроили. Потому что мы со стороны взрослого там опыта что-то больше понимаем, некоторые причинно-следственные связи видим. Вот. И выстраиваем ситуацию так, что ребенок принимает решение то, которое ну, мы считаем сейчас правильно, которое необходимо. Вот. Бывает, что если я буду напрямую ему это... говорить, то он так не сделает. Кстати, так... Мудрые женщины так поступают с мужьями. Потому что мужчины, как известно, тоже дети. Да. По крайней мере, есть такой стереотип. Федор, вот вы уже упомянули про эти убегающие штаны, которые надо догнать и надеть. Вроде бы очень простой рецепт. Почему он не приходит в голову, непонятно. Но мне кажется, как маме опытной, что это точно сработает с большинством детей. Но для этого нужно, я не знаю, как-то по-другому смотреть на процесс воспитания. То есть вот с таким вот бесконечным творческим подходом, который не включается раз в неделю, когда мы решили вместе с ребенком заняться творчеством. А это творчество ежедневное, ежемгновенное. Скажите, пожалуйста, вот откуда черпать вот эту творческую энергию? Потому что для того, чтобы не выйти из себя, не опустить руки, а придумать что-то вот такое простое, элементарное, действенное и приятное и для ребенка, и для родителя. Но надо иметь какой-то определенный склад ума, наверное. Или его можно развить, это вот чутье? Однозначно можно развить, но как любая игра. Вот есть вот мы играем в шахматы. То есть мы играем, у нас есть соперник, с которым мы играем. Мы, то есть мы, опять же, если мы умеем просто играть, то есть мы можем злиться за то, что я проигрываю, а могу искать решение. Вот. Или играем в футбол, любую игру. То есть если я просто что-то очень сильно хочу и расстраиваюсь, все пропало. Я начинаю своего соперника как врага воспринимать. Вот. А если я принимаю как своего родного человека, как там даже взрослого друга, брата или ребенка, вот, я начинаю играть с ним. Играть, как мне сделать так, чтобы ребенок это сделал. То есть я всегда ставлю себе вопрос, как мне сделать так, чтобы ребенок вот сделал определенное действие. Вот. И еще до этого я принимаю то, что я не знаю. То есть я соглашаюсь с тем, что я вообще ничего не понимаю. То есть вот у меня были какие-то задумки. Прихожу, и бывает, я понимаю, что там такое сопротивление, что тут методика даже там, которая работала со всеми детьми, там вот, ну, стопроцентный вариант. Все. Не работает. Тут надо принять, что надо изобретать что-то новое. То есть не продавливать. Как только я уже убедился, как только начинаю давить, все сопротивление, и все, ничего не получается. А потом многие начинают продавливать, ребенок сопротивляется, и отношения как бы идут на разрыв. Ребенок еще больше упрямится, я еще больше злюсь, и начинаю там на него либо кричать, либо сделать через силу тащить, вот, и все. И потом это множится, множится, множится. Вот нужно принять, что, первое, что я не знаю, как с ребенком обращаться. И это побуждает меня каждый раз искать новый способ. Вот. Но эти способы потом множатся, множатся. И тогда, чем больше я вот пробовал новых способов, тем мне прочее в каждой ситуации. Потому что она уже там на подсознании, вот эти вот со штанами, да, идеи. Потому что один раз попробовал, со вторым ребенком я первый раз попробую то же, что я уже пробовал раньше. Не сработает, придумаю что-то новое. И таких у меня там элементов накопилось, любого родителя, который вот так действует. Много-много-много вариантов. Ну что ж, Федор, мы будем ждать книгу от вас когда-нибудь вот с такими наработками, потому что они кажутся простыми, но они настолько действенны, и они настолько гениальны, не побоюсь этого слова в своей простоте, что это надо записывать, и этим нужно делиться. Ну а пока я вас благодарю за то, что вы пришли к нам, и поделились с нашими телезрителями своим взглядом на отцовское воспитание. Спасибо, Федор. Да, спасибо вам. Дорогие наши телезрители, это была передача для родителей «Учимся растить любовью». И я, Марина Ланская. До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова А.Кулакова